всем привет это прямой эфир instagram час кого-нибудь подождем чтобы нам дали обратную связь здравствуйте дайте мне пожалуйста обратную связь скажите какое качество с вашей стороны картинки и звука привет привет точно отлично хорошо я буду ориентироваться на первую запись все тогда всем доброго времени суток у нас сегодня наш стандартный эфир ваши вопросы пределах тематики и мы их вместе разбираем ваши сновидения так что я сразу жду комментарии нету пока комментариев смело что парень с которым встречаюсь дал сумку с рыбой надо больше подробностей какая рыба была какая сумка взяли вы ее ли или нет потому что мелодия хорошая да мне тоже нравится но я думаю что все кто проходит программ на проекте уже привыкли к тому что у нас всегда есть фон музыкальный мне очень нравится я думаю что вам тоже по поводу комментария рыба это хорошо но вашим в контексте вашего сна это будет означать какую-то прибыль доход вот он заработает что-то и вам даст ну допустим денежки какие-то или что-то купить для вас потому что рыба означает у нее несколько аспектов она может и другое что-то означает ну вот именно по такой символике это скорее всего что-то прибыль какая-то доход так в последние дни уходящей луны какие сны стоит ли на них обращать внимание вы знаете что на все сны стоит обращать внимание еще с объясню почему во всех снах есть информация но есть сны которые вам показывают какую-то информацию о прошлом есть сны которые вам снятся о том что происходит с вами в настоящий момент то что вы переживаете это процессы подсознательное когда ваш опыт ваши какие-то переживания ваше получение знаний и так далее они интегрируются вашу информацию поэтому все что эмоционально происходит для вас вы можете видеть этого сне почему я всегда делаю такое отступление указания на по поводу эмоции потому что мир снов вот все что вы видите во снах это уровень ментальных проекций ваших мыслей мысли всегда связан напрямую напрямую просто тесным неразрывно с эмоциями все что вызывают самые большие эмоции они очень хорошо просматриваются во снах все что вам ну скажем так безразлично до звезды да да наш далеко как бы вас не интересует я утрирую так с юмором вас это не будет особенно касаться даже если вы такой сон увидите вы можете не обратить на это внимание и третье это сны о будущем и неважно какая сходящая луна полная или она растущая или ее нет это тогда когда новолуние и лунный серп еще не виден да то есть отражающего света еще на землю не поступает от луны скажем так неважно просто все фазы луны они очень тесно связаны с восприятием человека поскольку мы находимся в этом океане энергии и она на нас хотите вы или нет вы у вас крепкие нервы или вы тонко чувствительный человек все равно на вас это оказывает влияние на физиологию естественно на эмоциональную сферу все равно оказывает просто в полнолуние до допустим лучше всего информацию получать о других людях когда растущая луна там сны больше снятся о проекциях будущем когда сходящая луна очень хорошо делать практике очищения в том числе и на ментальном уровне понимаете поэтому все сны они несут какую-то информацию не играет роли какая луна растущая или сходящая но тут я еще раз объясняю что тут важно что вы запоминайте как вы себя чувствуете в этот период так вот этот давайте разберем два дня подряд снилось что купаюсь в реке в первом сне у берега вода мутная а на глубине чистая плыла очень быстро уверенно хотя в жизни воду побаиваюсь во втором сне вода в реке затянута ряской вы знаете что вот это вот сон который показывает ваши психологическое эмоциональное и как психосоматика как ее реакция на организм физическое состояние почему потому что когда мутная вода это значит что у вас какие-то волнения переживания когда мутная вода уже становится грязноватой от чего-то тут неважно чего это просто как дополнительная характеристика самой ситуации что именно вашем случае ряска это указывает о том что у вас накапливается допустим в организме воспалительный процесс вы начинаете заболевать поэтому в виде такой сон то что вы легко плывете это значит что вы легко движетесь чем-то но у вас здесь видите серия снов когда у вас от чистой воды переход более мутной и потом уже засоренной чем-то это значит что у вас точно также система организма засорились вот может быть как простудное заболевание это не чтобы серьезное потому что когда что-то серьезное идет информация во снах с проекцией на орган через внешний вид тела то есть вот где система поврежденная либо та которая идет с нагрузкой и может так образно выражаясь выйти из строя да то есть начинает какой-то орган или система давать сбои заболевания появляется тогда четко видна проекция то есть во сне вы видите ту часть тела на которую фокусировка внимания а подсознание всегда это очень четко показывает раньше любых исследований и врачей потому что сигналы организма не очень четко ясно передаются в мозг человека и вы видите это все во снах потому что во снах все что вы воспринимаете это ваша информация вашего подсознания понимаете и вот у вас здесь вот этот переход от чистой воды мутной это может так быть видно допустим какая-то простуда которая переходит уже в инфекционное заболевание вот что-нибудь такое похоже на это чему так дальше благодарим за информацию на здоровье мне приснилась зеленая змея я от нее пряталась другой комнате потом я зашла в ванную комнату она лежит на кабинке в душе клубком затем она падает на меня сверху кусает сзади низ и за шею зеленая змея ну поскольку у вас это змея ну скажем так в комнатах вашего дома это означает что змея это женщина здесь здесь будет к сожалению такой контекст женщина которая вхожа в ваш дом на вашу территорию вашу семью ваше личное пространство этот человек который достаточно тесно с вами общается потому что видите он появляется систематически у вас то есть это не какое-то разовое появление или встречи а идет постоянное общение с этой женщиной вот то что зеленая змея я предполагаю вы не написали но я предполагаю с учетом негативной характеристики что цвет ее был не очень красиво зеленый потому что это тоже имеет отношение бывает когда снится сочная яркая красивая зелень да она обычно указывает на процесс какие-то выздоровления или обновления но с учетом того что она пряталась в другой комнате до потом в ванной лежала в кабинке клубком а затем упала на вас сверху и укусила в конце концов это человек который подходил подходил к вам выдавали подходить потому что видите она постоянно где-то рядом вблизи сначала она скрывала то как она к вам относится это тот момент вас никогда она пряталась потом когда она клубком вот лежит на кабинке в душе клубком да это означало что она это схожие поведение человека когда он знаете как пружина сжимается то есть вот в нем накапливается вот это ненависть злость да а потом пружина резко когда ее отпустишь она выстреливает получается и вот то же самое в поведении человека произошло выпускали вы терпели вот она насобирала всей своей злости до такой степени много что в конце концов не выдержала и все это выплеснула укусила вас а вот то что она укусила это открытое действие человека против вас которая нанесет вам какую-то равна и если взять анализ тех снов которые сбылись вот присылают на проект сбывшиеся сны у нас есть на сайте раздел отдел сбывшихся снов вот там очень много интересных кстати я хотела сказать что там добавили очень большую подборку перенесли с блогов это что на почту присылают там в письмах люди именно сбывшиеся сны там очень интересные есть моменты интересно почитать я их всегда сама с удовольствием читаю потому что лучше такого анализа когда есть синхронизация сновидения с реальностью событиями его по сути нету это лучше любых сонников понимать потому что в соннике много аспектов там надо очень много учитывать совокупности символов а здесь вы читаете историю понимаете как все реализовалось и очень легко тогда понять свои сны так вот я заканчиваю по поводу вашего комментария про зеленую змею это человек который открыто выступит и я хотела сказать что когда такие сны реализуются вот все отчеты которые я помню знаете это не маленькая травма когда люди наносят такой удар почему потому что даже для подсознания ядовитая змея это смертельно опасный враг и нашим подсознанием точно так же это воспринимается понимаете поэтому когда видят в такой символике события которые скоро произойдут это означает что человеку очень сильно вас ранит и судя потому что это змея если там не было никаких других персонажей потому что если бы был еще какой-то человек либо вы находились в помещении который принадлежит какому-то человеку это бы имело косвенную и прямую связь смотря какие символы с тем человеком от которого будет этот удар так можно было бы более четко определить кого касается эта информация и действия какого человека вот если там кто-то был но вы не написали то имейте в виду что так можно понять от кого этот удар будет виктория к чему мыть очень грязный пол начистое потом любоваться своим трудом вот жаль что вы не написали где именно был этот пол потому что это имеет принципиальное значение сам по себе пол может указывать как вам сказать я повторю просто позадомили в том эфире был тоже такой символ фундаментальная основа но допустим пол в кухне это касается каких-то очень важных основополагающих положений в жизни семьи до если это в коридоре пол это практически всегда означает перемен и какого-то передвижения в чем-то ну смотря где этот пол был и смотря где в каком помещении эти комнаты были так вот когда пол грязный когда вам такое снится это может означать ну вот тоже набор характеристик сейчас будет потому что важно где был пол и где это какое здание было это может и безденежье означать и плохие отношения с кем-то это может не здоровье означать если допустим это та комната где вы спите да и вот когда вы умываете это значит что вы избавляетесь того что вам мешало жить но это общая характеристика было бы больше символов мы бы с вами больше более четко обрисовали ситуацию века а вы в бога не верите думаю церковь бы не одобрила практику снов и аффирмации ну во-первых я религиозный человек во вторых я даже не представляю чем может задеть религиозное чувство или какие-то допустим религиозное доктрины такая практика сон был дан человеку давайте будем говорить вашими понятиями да от бога от рождения это его прямая связь со своим внутренним миром я даже не представляю что может здесь быть против природы человека так что я думаю что это только ваше мнение но вы на него имеете право а вообще если из вашего комментария так понимаю вы против что вы тогда делаете так долго на проекте тоже непонятно или вы просто так написали комментарий позабавиться снится бывший парень расстались один год назад он сулует меня в губы я чувствую как мой рот наполняется гноем я сплю его страха нет я спокойно он агрессивный а почему знак вопроса вы же у меня не можете это спрос спрашивать вот смотрите я про поцелуи рассказывала это символ во первых он амбивалент на это значит что он может как положительную таки отрицательную характеристику означать в зависимости от дополнительных символов этот символ для него обязательно надо учитывать ощущения которые были у человека во сне ощущение чувства эмоции потому что точно так же как и в жизни поцелуй во сне может быть разным в жизни это может быть поцелуй на прощание это может быть дружеский поцелуй это может быть очень там интимный поцелуй это может быть поцелуй я не знаю там из уважения когда допустим руку целует мужчина женщине это может быть поцелуй в плечо в спину в ногу это все разные характеристики так вот ваш пример он очень показательный для того чтобы в следующий раз когда допустим кому-то из из вас приснится поцелуй вы обратили внимание вот на что вот смотрите у нее получается поцелуй в губы да когда вот такие очень откровенное поцелуй до между партнерами между мужчиной и женщиной это означает что они смогут сблизиться каким-то образом и и быть откровенными друг с другом точно так же как и в жизни когда люди так прям в десна целуются только когда они очень близки и между ними какая-то близость происходит обычно это синхронизировано событиями в реальности когда люди могут очень откровенно поговорить друг другу что-то рассказать и доверить что-то спросить и откровенно сказать в ответ то есть это очень близкий контакт и этот контакт доверительный и вашем случае когда вы будете общаться с этим человеком ну скорее всего с этим если у вас сейчас нету никого на новенького и нету ситуации когда бывший может быть прототипом то это скорее всего тот человек но после вот этого вашего разговора откровения вы почувствуете что вас от него ну извините прямо скажу воротит понимаете то есть когда вы его ближе вот так узнаете вы поймете что вам от него плохо что вам с рядом с ним плохо что вы больше так не хотите потому что вот этот вкус и все что у вас там дальше было он означает что вы удовольствие от общения с ним не получите так еще какой-нибудь полный комментарий лающих собак и убегать от них что это значит но я надеюсь что это не часть комментария как-то написано не очень так лающие собаки убегать от них собаки это друзья а злые собаки либо лающие собаки это те друзья и знакомая которая в какой-то жизненной ситуации повернулись против вас потому что сама по себе собака изначально это какой-то друг или знакомый с которым достаточно тесно общались и были хорошие ровное доверительное отношение а вот когда собака становится злой это значит что человек с которым были нормальные отношения он становится для вас не другом понимать потому что например если снятся волки тут не скажешь что это люди с которыми вы раньше были в хороших отношениях да а потом они вдруг переродились хищников и стали против вас тут именно эта символика учитывается были нормальные отношения а стали плохие и вот то что их несколько было точно так же это определенная группа людей то есть их несколько по количеству собак вот точно так же то что вы от них убегаете это значит что вы пытаетесь дистанцироваться и уйти но это значит что вас преследуют преследуют каким-то образом либо что-то против вас делают либо что-то против вас говорят выступают каким-то образом против вас вот это значит ваш что она уже чем он закончился это еще очень важно потому что во сна всегда очень важно то чем заканчивается сон вы можете испытывать дикий ужас во сне и потом это будет синхронизировано ситуации в жизни когда вы точно так чего-то будете бояться но если во сне до конца сна так ничего не произошло это значит что вы будете беспокоиться но то из-за чего вы беспокоитесь так и и не реализуется то есть все нормально закончится привет виктория второй раз снится сын любимого человека мы не знакомы в жизни ну вы имеете ввиду что не знакомы с сыном человека так надо написать что именно в этом видите в этом сне потому что по ребенку другого человека можно понять отношения в браке этого человека потому что во многих случаях во многих снах дети они характеризуют отношения между биологическими родителями ну то есть отношения в семье а уже что вам там снилось вы же не написали ну может сейчас вы сами теперь разберетесь здрасте что-то часто снится что хожу по рынку и что-то выбираю но не покупаю рынок магазин у них есть небольшие нюансы отличия друг от друга но в основном это возможности которые вам каким-то образом даны возможности для выбора чего-то там уже надо смотреть что именно на рынке продают понимаете потому что допустим когда женщина заходит в магазин с посудой это значит что она будет каким-то образом выбирать мужчину мужа того с кем она хочет жить вести хозяйство да если женщина заходит в магазин во сне во сне магазин с ювелирными украшениями это однозначно что скорее всего и сделают какое-то предложение если во сне заходят в магазин с одеждой это может означать какие-то перемены на службе это может означать поездки смотря какая одежда потому что по виду одежды да точно так же как вот обувной магазин по виду обуви можно определить чего касаются вот эти вот изменения перемены новый статус какой-то ну допустим если вы покупаете купальник это всегда вы уже разбирали этих снов собралось на проекте очень много допустим купальник это всегда каким-то знакомством или ухажером ну так утрирую да на отдыхе когда человек едет куда-то отдыхает скорее всего на море да где купальники и носят и там с кем-то знакомиться либо это летний период потому что это может еще символом времени быть у вас на рынке что вы там покупали смотря что выбирали таки не купили то есть возможность была новые не реализовали вот поэтому вам такое приснилось лучше бы что-нибудь взяли что вы так отказываетесь эти периоды в жизни каждого человека проходит потому что есть такая знаете есть теория цикличности но в принципе то она работает потому что наша жизнь на нашей планете она циклична все повторяется в другой немножко интерпретации ну вот эти вот спиральные кольца они все время повторяются что-то в жизни она приходит уходит потом опять приходит уходит у всех конечно свои разные циклы но если вы имеете возможность ее лучше реализовывать потому что этот период может закончиться когда вам предоставляются возможности и нужно будет за ждать следующего виктория благодаря вашим эфиром стала разбираться своих снах благодарю на здоровье разбираться в своих снах это классно там много информации увидела во сне в зеркале круглый шрам на правой ноге шрам был позади сзади вот когда раны снятся это относится к категории символов будущего то есть это рано понимаете что это это когда только что допустим был какой-то порез или ранение то есть это символ ближайшего будущего а вот шрам это символ прошлого это значит что было рано но она зарубцевалась то есть зажила но остался вслед так вот у вас двойной символ времени который указывает на события прошлого то что во первых это не рано а уже шрам то есть это уже раньше произошло то что он позади ноги то то же самое символ времени указывает на прошлое вот это что он у вас на ноге это может касаться какой-то ситуации которая скорее всего была связана либо с потерей работы работы либо с какими-то большими финансовыми потерями потому что ноги практически всегда они связаны с возможностью человека движение и реализации своих каких-то действий во вне ну то есть то где ходят это обычно не личная жизнь вот и то что шрам позади вот я сказала что это то что было раньше это что оставила след а то что вы его вас не увидели это значит что ну понимаете не видели не видели да тут вдруг он приснился это какое-то напоминание о том что было тогда для вас но я думаю что только напоминание без последствий потому что больше сюжета в этом сне так понимаю больше нет много яблони в паутинных коконах пауки яблоки зеленые их не трогала не собирала просто наблюдала но здесь несколько символов вот когда снится символика неоднозначная скажем так всегда делается так вы разби разбейте сон сюжет на вот эти отдельные символы а потом вместе их соберите так легче будет яблони вообще сама по себе яблоня это символ запретного ну я вижу по фотографии что вы достаточно молодой человек потому что допустим для людей пожилых это скорее указание на физическое состояние но для вас это будет символом чего-то запретного ну того что очень хочется это символ который является архетипом для всех людей поэтому я не думаю что тут еще может быть какая-то интерпретация даже если вы допишите и вдруг вы не весь сон написали и вот вам чего-то запретного хочется вы смотрите на это со стороны вы понимаете что вы можете сейчас сделать что-то чего хочется но по общепринятым меркам нельзя но вот то что там паутинные паутинные коконы да и пауки пауки это люди которые плетут интриги это люди которые говорят одно делают другое на уме держит третье всегда когда снятся пауки надо быть очень осторожным в выборе и в принятии решений если какой-то человек вот в окружении появляется если даже один появляется надо очень четко просчитывать свои шаги и те действия которые вы предпринимаете потому что когда подсознание показывает рядом такого человека это значит что кто-то пытается вами манипулировать то есть сделать так чтобы вы поступили так как надо ему они так как надо вам но обычно это еще и сопряжено с тем что это будет против вас конечном итоге человек это знает знает он понимает что вы сделаете так как он захочет но вам это не то что не принесет пользы это против вас обернется а у вас там не один паук а много пауков и еще и коконы то есть по характеристике на момент сна уже это проходит это не сон о далеком будущем вы попали в ситуацию когда вас кто-то соблазняет что-то сделать но вы понимаете что это делать нельзя вам хочется вас соблазняют хорошо потому что их там много еще и коконы эти да но вы понимаете что не надо но вы сами написали что вы стоите и смотрите на все со стороны то есть ничего не делаете в том числе не берете яблок с яблонь значит интуитивно вы понимаете что не надо лезть в авантюры такие друзья у нас сегодня уже закончилось наше время прямого эфира я напомню что я всегда делаю 30 минутный эфир для того чтобы инстаграм дал мне сохранить запись я смогла ее разместить на нашем канале на youtube я была вам всем рада я прощаюсь с вами до следующей встречи в прямом эфире всем пока ваш виктория